В игорной столице США тоже занимаются выборами, тоже интересуются выборами и готовятся к голосованию в ноябре 2018 года. Несмотря на то, что здесь, конечно, все происходит самое интересное в даунтауне, где мы сейчас и находимся, за моей спиной мэрия города Лас-Вегаса. Собственно, и здесь расположены в Лас-Вегасе штаб-квартиры и демократов, и республиканцев, хотя столицей Невады является город Карсон. Так вот, здесь, конечно, темы, Рома, о которых ты сказал, локальные, конечно, интересуют очень многих. Это и темы образования, и тема налогов, конечно, с точки зрения бизнеса, конечно, здесь и туризма, конечно же, важно. Потому что каждый четвертый житель Невады, он занят в сфере туризма. Ну и, конечно, рабочие места и эмиграция. Тема отдельного сюжета, который мы готовим на следующую неделю, соответственно, покажем в нашем эфире обязательно, она особенно актуальна. Ну а выборы здесь, конечно, в первую очередь важные выборы губернатора для местных жителей, поскольку Брайан Сандавал заканчивает свой второй срок и не может переизбираться. Но претендует на его место действующий генпрокурор, который, Адам Лаксальт, который завоевал популярность своими активными действиями по борьбе с сексуальными домогательствами. Более 8 тысяч дел, которые были либо закрыты, либо не до конца расследованы, вернулись снова к рассмотрению и многих уже осудили. И против него, против республиканца Лассальта будет выступать демократ Стивен Сисолака, который является бизнесменом и выступает больше, делает акцент на экономическом процветании штата Невада. Об этом, конечно, мы поговорим еще отдельно, но сейчас я хочу предложить вашему вниманию сюжет о основной, о главной гонке с точки зрения федеральной, о сенаторской гонке сенаторов, кандидатов в сенаторы отсюда, поскольку именно эта гонка может во многом повлиять на соотношение мест республиканцев и демократов с ноября этого года. Рома, тебе слово. Как окрасить Неваду в синий демократический цвет? Ответ на этот вопрос пытаются найти демократы штата, получившие, по мнению экспертов, редкий шанс оставить за собой оба сенаторских места от Невады. Такого не было почти два десятилетия. У нас запланированы мероприятия на вторник и среду. Буду рад, если вы сможете поучаствовать. Волонтёры демократической партии обзванивают зарегистрированных избирателей с просьбой принять участие в привлечении взносов на компанию. По словам официального представителя партии в Неваде, ставка была сделана на регистрацию независимых или неопределившихся избирателей. Вне зависимости от партийной принадлежности для семей Невады важно прежде всего, чтобы их дети ходили в качественные учебные заведения и получали хорошее образование, чтобы могли затем найти работу и получить доступ к здравоохранению. Об этом кандидаты от Невады говорят с избирателями в этом году. В главном противостоянии Невады в ноябре 2018 года действующая конгрессвумен Джеки Розен, победившая в упорной борьбе на выборах двухлетней давности, будет противостоять нынешнему сенатору Дину Хеллеру, которого поддерживает президент Трамп. При этом сама Розен ранее активно выступала на важную для Невады тему иммиграции и, среди прочего, жестко критиковала Белый дом за применение практики разделения семей нелегальных мигрантов при пересечении границы. Позвольте мне прояснить. Нет никакого закона, требующего от сотрудников пограничной службы разделять детей иммигрантов и их родителей. Несмотря на это, нынешняя администрация решила использовать столь ужасающие меры, намеренно игнорируя реакции общества, не желая ставить точку в этом безумии. На странице в Твиттере сенатора Хеллера в качестве заглавного твита установлен его призыв не превращать штат, который он представляет, в Калифорнии-Ваду. Хеллер не раз обращал внимание на излишнюю, по его мнению, либеральность соседнего штата, а также на регулярные поездки своей соперницы в Калифорнию с целью привлечения средств на компанию. Это о многом говорит. Компания Джеки Розен привлекла больше средств от калифорнийцев, чем от Невадцев. В новом предвыборном ролике, опубликованном во вторник, Хеллер утверждает также, что Розен за всё время в Палате представителей до решения баллотироваться в Сенат не внесла ни одного утверждённого законопроекта. Однако представитель Розен заявил, что таких законопроектов уже восемь. Накануне кандидатуру Хеллера официально поддержал бывший менеджер избирательной компании Трампа Кори Ливандовский. Произошло это сразу после выхода материала New York Times, в котором сообщалось, что Ливандовский якобы поставил ультиматум перед Хеллером. Либо он следует линии президента, либо его союзники будут жёстко выступать против его кандидатуры. Сенатор отрицает факт подобной беседы, но через своего представителя выразил признательность Ливандовский за публичную поддержку его кампании по переизбранию. «Трамп уже приезжал в Неваду агитировать за республиканцев Дина Хеллера и кандидатов в губернаторы Адама Лаксльта и планирует приехать ещё раз. И это лишь заряжает энергией наших избирателей, раззадоривая демократов, включая волонтёров и доноров партии, чтобы одолеть кандидатов от республиканской партии, которые следуют тому, что говорит Трамп». Представители Хеллера и республиканской партии на нашу просьбу об интервью пока не ответили. Рафаэль, не могу не спросить, мы обсуждали это уже неоднократно. Во-первых, всё-таки, как местные жители относятся, есть ли, например, вообще обсуждается ли тема со всеми этими атаками на выборы, на предвыборные системы и кибербезопасность? Это обсуждается как-то? Да, Рома, активно обсуждается. И как раз в среду прошла здесь специальная презентация секретариата штата. Именно секретариаты штата, напомню, в США занимаются проведением выборов, организацией выборов. Так вот, было сообщено, что Невада пока не становилась объектом каких-либо кибератак, но угроза перед нынешними промежуточными выборами действительно есть. И предпринимаются все возможные усилия в сотрудничестве с Министерством внутренней безопасности США, чтобы предотвратить какие-либо атаки. И более того, сообщается, что на самом деле самое опасное, даже не то, что какие-то кибератаки большие, серьезные могут происходить, но просто, например, условно говоря, какой-то сотрудник избирательной комиссии может открыть спам, открыть письмо с каким-то спамом, и после этого вся система может быть заражена. То есть, сделаны специальные инструкции для сотрудников избиркомов, ну и в демократической партии мне сообщили накануне, что они также сделали свои внутренние какие-то регламенты, чтобы тоже избежать какого-либо вмешательства извне. Рома, тебе слово. Рафаэль, спасибо. Наш собственный корреспондент Рафаэль Сааков, еще раз повторимся, из Аризоны перебрался в Неваду. Мы продолжаем наш специальный проект, посвященный, собственно, приближающимся промежуточным ноябрьским выборам. Рафаэль, увидимся.